коллеги добрый день сегодня мы с вами рассматриваем комплексный процесс в один из документов оборот 3.0 и еще большая просьба в чат напишите мне с какой редакции документов в документ оборот вы работали 2.1 3.0 в процессе перехода в процессе внедрения какой-либо из редакции но чаще всего все-таки это 3.0 но встречаются и компании которые внедряют на текущий момент и 2.1 в том числе так в чатике не вижу кто-нибудь дайте мне знать хорошо ли слышно и какой редакции пользуетесь пока жду тогда перейду к следующему слайду это наша программа сегодняшнего вебинара сегодня мы рассмотрим с вами понятие комплексного процесса схема комплексных процессов просчет сроков проверка схема редактирование схема настройка маршрута комплексного процесса по действиям и фоновая маршрутизация комплексный процесс кто у нас сталкивался с вебинарами с различными мероприятиями где мы говорим о том что у нас документ обороте 3.0 есть новый функционал обработка документа как таковое ну как будто бы настройка комплексного процесса шаблона комплексный процесс у нас уходит уже в историю то сейчас на примере на программе покажу о чем же мы сегодня собственно говорить будем чтобы понимать разницу что у нас такой процесс обработки что у нас такой комплексный процесс документ обороте 3.0 мы сегодня смотреть будем на редакции документ обороте 3.0 у нас с вами учебная версия то есть все данные у нас уже внесены в систему учебные мы можем на живых примерах посмотреть что у нас есть ну и посоздавать работать то есть конкретный кейс разобрать как угодно даем информацию мы об этом у нас был отдельный вебинар что у нас документа обороте 3.0 вместо нашего так вместо нашего обычного функционала когда мы запускали смотрели только по процессам и задачам а шаблон бизнес-процесс у нас же отдельно теперь у нас есть такая вкладочка обработка документа а мы целый вебинар проводили по обработке как она работает как нам создается настраивается все нюансы проходили смысл в чем том что вот внутри вот этого механизма настройки обработки внутри документа мы ее и настраиваем для вида документа прямо в виде документа не отдельно где то у нас живет этот шаблон бизнес-процесс он у нас настраивается например можно посмотреть а на вкладке настройка обработки где мы задаем правила обработки а вот вот тут вот внутри на самом деле у нас все те же самые действия которые были у нас в прошлой редакции кто у нас сталкивался знает что такое действие настройка обработки шаблон бизнес-процесса когда он создается отдельно то есть ранее в редакции 2.1 у нас документ жил отдельно бизнес-процесс жил отдельно но сам функционал настройки бизнес-процесс сами действия у нас никуда совершенно не делись то есть они все так же существует нашей системе единственное что изменилось что теперь есть вот такая вот вот такая функциональность прямо внутри вида документ и вам не нужно гадать куда у нас соединяются шаблон бизнес-процесс какому виду документ он относится то есть это некое перерождение такой системы когда стало удобнее у нас не теряются кто работал в 2.1 они наверное помнят как мы там постоянно перезапускали процесс это такая главная боль была мне кажется все крупные организации вставали с утра и начинали с того что при внедрении если что-то не учитывалось и училась когда-то давно то 50 процентов техподдержки занималась тем что они перезапускали бизнес-процесс и осуществлялось через кнопку отправить был список бизнес-процессов шаблонов и надо было выбрать нужно и запускать теперь у нас все это ушло не уйти у нас есть в документе нашим обработка вкладочка мы здесь все прекрасно видим все наши настройки бизнес-процесс можем отслеживать все результаты это как угодно теперь мы поговорим о том что же у нас все-таки от 2.1 осталось и в каком случае мы можем использовать отдельно наш комплексный процесс настройку комплексного процесса мы посмотрели сейчас внутри мы посмотрели как у нас видите документа настраивается внутри то есть прям в карточке это документ мы настраиваем обработку но не все используют другой другой функциональность которая у нас есть что нам делать если нам допустим нужно согласовать контрагента нужно согласовать какой-то другой объект системы очень по частыми частая история от согласования контрагента тогда мы с вами можем использовать функциональность шаблоны процессов кто работал в 2.1 они сразу узнали картинку то есть у нас все то же самое тот движок который у нас сейчас в обработке зашит те действия которые зашиты у нас в обработке и те бизнес-процессы шаблоны процессов которые теперь там внутри они же в принципе могут создаваться и отдельно просто нужно понимать для чего мы это делаем допустим для согласования контрагента мы сегодня с вами рассматриваем комплексный процесс то есть у нас есть простые процессы это исполнение, ознакомление, рассмотрение, согласование, утверждение и подписание простые процессы они у нас сейчас внутри там если мы в обработке настраиваем они же у нас точно так же используются то есть это основа основ это те составляющие которые у нас используются при настройке любой обработки документа или документа любого процесса то есть это наши простые процессы простые действия когда же нам нужно целую цепочку из процессов то есть нам нужно согласовать потом нам нужно утвердить потом нужно рассмотреть исполнить документ потом нужно ознакомить с ним каких-либо лиц ну и в этом процессе еще может быть подписание то у нас выстраивается целая цепочка простых процессов которые идут один за другим допустим тот же контрагент вам нужно его сначала согласовать потом его нужно допустим карточку контрагента утвердить и далее направить на исполнение какому-нибудь там менеджеру чтобы он шел создавать договор для этого контрагента или там приложил какие-либо документы карточку этого контрагента вот то есть у нас оригиналы допустим какие-нибудь подписаны ну то есть здесь мы внутри бизнес-процесса собираем разные простые бизнес-процессы у нас есть один сложный бизнес-процесс мы в него собираем несколько бизнес-процессов простых ну как мы берем бусы и по каждой бусинке вот на ниточку надеваем у нас получается такие бусы большие где там есть вагон есть паровоз который состоит из вагонов точно так же можно представить себе комплексный процесс это у нас было введение что же такое у нас комплексный процесс в нашем документообороте 3.0 то что очень редко знают об этом и используют все в основном ну теоретически кто не сильно знакомы с документооборотом знают только про обработку а про сам комплексный процесс что есть такая возможность настроить но не очень вот вернусь к нашей презентации поговорим о теоретических понятиях и вернемся к нашей программе для того чтобы составить наш пример чтобы не отвлекать вас своим внешним видом не забивать как-то экран выключу видео сейчас и мы пойдем дальше по презентации так идем с вами по теоретической части мы поговорили что комплексный процесс у нас состоит из набора уже спланированных наших действий которые у нас располагаются по порядку мы посмотрели в программе здесь у нас информация систематизированная мы можем видеть полный перечень тех простых бизнес-процессов которые у нас могут в комплексные входить все процессы у нас создаются в программе по шаблонам мы сейчас посмотрели то есть можно по умолчанию его создавать можно по заранее подготовленному шаблону сегодня мы будем создавать новый комплексный процесс и добавлять его в шаблон посмотрим как он у нас отработает сами маршрут комплексных процессов можно настроить с помощью графических схем а можно настроить с помощью списка то есть тут как удобно как важно но на самом деле какого-то ответа одного нет как правильно с помощью схем или с помощью списка настраивать бизнес-процессы так и так в общем-то верно тут зависит от разветвленности вашего бизнес-процесса если много вложенности если много условий объединений слияний то конечно же будет удобнее схемы настраивать не по крайней мере в таком случае удобно настраивать схемы также можно настроить списком и тот и тот вариант мы с вами сегодня попробуем как выглядит для тех кто не работал никогда в 2.1 это будет новинка те кто привык к настройке допустим обработки документов вот те кто у нас работал в 2.1 в общем-то остается та же самая функциональность то же самое что у нас работало в 2.1 вот то есть мы создаем комплексный процесс далее нам необходимо выбрать как мы будем с вами в каком виде создавать комплексный процесс то есть в схеме или в таблице и дальше уже проводить настройку комплексного процесса вот далее когда у нас процесс уже настроен мы можем проверить то есть это достаточно сложная работа настройка тонкая и у нас могут быть логические несостыковки допустим бизнес-процесс где-то разъединили и дальше его не соединили программа нам об этом обязательно скажет и для того чтобы программа увидела эти несостыковки нам необходимо будет осуществить проверку схему комплексного процесса такая функциональность она у нас заложена она у нас есть вот мы можем ее использовать здесь ну то есть это некая такая защита от дурака как я резко всегда выражаюсь и она позволяет не допускать ошибки редактирование схемы активного процесса это очень важная функциональность тоже не все ее используют не все знают то есть если мы уже используем нашу схему уже запустили бизнес-процесс схемы также можно поработать то есть если уже запущен сам процесс можно отредактировать его необходимо остановить изменения и продолжить все и у нас наш процесс пойдет уже дальше далее мы можем остановить саму обработку документа собственно для этого это у нас уже функционал аналогичный той функциональности которая у нас есть в самом бизнес-процессе то есть мы в обычном бизнес-процессе можем остановить и поменять схему в обработке документа у нас такая функциональность аналогичная тоже есть здесь мы тоже можем останавливать процесс это как пример с пересечением нашего нашей функциональности документа оборота 3.0 маршрутизация комплексного процесса у нас также как в общем то она единая для всех процессов и которые у нас заложены функциональность обработки внутри вида документа так и отдельных комплексных процессов выполняется она в фоновом режиме не мешая работе пользователей то есть когда у вас система идет и думает куда ей свернуть допустим на согласующего СБ если допустим контрагент боль ну контрагент допустим не резидент вот у нас дополнительное согласование СБ вот система для того чтобы направить ваше согласование ваш процесс в одну или в другую сторону ей нужно смаршрутизировать то есть она идет в то место где ей нужно проверить условия идет проверяет и возвращается обратно вот маршрутизация такая комплексных процессов она выполняется в форме в режиме важно чтобы она не мешала пользователям документ оборот в этом плане сейчас достаточно прогрессивный и все вещи которые там на самых первых редакциях нам мешали в скорости работы системы сейчас они упорядоченные фоновая маршрутизация позволяет нам комфортно работать в системе единственное фоновая маршрутизация у нас доступна только для комплексных процессов в клиент-сервенной базе это нужно тоже понимать что когда мы понимаем как мы будем настраивать на наших ресурсах документы оборот бывает что документы оборот используются не таким большим кругом пользователей поэтому нет необходимости в той же самой клиент-серверной базе тут уже надо понимать что будут ограничения очередь фоновой маршрутизации процессов можно открыть из панели навигации для этого у нас есть управление процессами то есть обычно просматривает администратор контролирует и у него соответствующие полные права и помимо списка самих процессов в очереди мы еще видим сообщение об ошибках которые у нас связаны с фоновой маршрутизации то есть когда мы видим что у нас права не идут маршрут не идет остановился что-то случилось мы всегда можем зайти и посмотреть что у нас там случилось так теперь мы посмотрим все это с вами на системе теоретическую часть мы разобрали посмотрим на примере причем мы с вами посмотрим в двух вариантах создадим шаблон процессов напоминаю мы сейчас находимся в редакции 3.0 мы привыкли видеть работу с обработкой документов а сейчас мы с вами пошли тем путем но я по крайней мере вот поискала в интернете и что-то я примеров таких не нашла так что надеюсь наш вебинар будет такой уникальный мы создаем сейчас комплексный процесс по согласованию контрагент ну это достаточно частый пример при создании шаблона комплексного процесса как мы в теории с вами говорили нам система дает выбор в схеме или в таблице ну давайте сначала начнем со схемы и пока будем схемы сделать далее мы уже в таблице тоже небольшой комплексный процесс сделаем так схема и назовем его тест согласование контрагента контрагента схемы настройки у нас здесь есть у нас здесь есть наша схема действий мы сейчас рассматриваем именно для примера поэтому мы не будем сильно большой процесс делать но при этом чтобы у нас была возможность видеть как делать допустим параллельное согласование то есть у нас с вами есть параллельное какое-либо действие у нас с вами есть контрагент нужно его согласовать когда мы выбираем с вами действие мы выбираем все возможные что у нас есть у нас есть согласование исполнение подтверждение то есть все наши комплексные все наши простые процессы все наши бусинки они у нас здесь есть так я вот коллеги вижу что у нас частенько кто-то подключается это у нас новые пользователи гости или кого-то выбивает а то может быть как у нас система выбивает если так то пожалуйста напишите мне так согласование первое действие у нас согласование у нас раскрывается с вами настройка действия согласования что у нас здесь интересного есть у нас здесь есть согласование ну наименование нашего этапа напишем что это согласование контрагента контрагента и у нас есть с кем мы хотим согласовывать. Мы хотим, допустим, давайте посмотрим подстановки, так, коллеги, все пользователи, руководители, авторы процесса. То есть наш автор нашего процесса должен согласовать со своим руководителем. Тут же мы можем проставить срок, допустим, один день, и можем что еще использовать. У нас бывает, что по какому-либо правилу согласующие, допустим, у нас есть роль, как у нас служба безопасности, и служба безопасности также в один день, но они согласовывают не всегда, а, допустим, по какому-либо условию, мы можем использовать условия. Выбираем. И у нас есть условия для того, чтобы нам, ну, у нас есть справочник целой алгоритмы проверки специально по данный процесс у нас в основном документы сейчас алгоритмы проверки заведены. Вот, справочник единый алгоритмов проверки, то есть мы можем в любом шаблоне бизнес-процесса, настройки обработки его использовать, и таким образом мы можем подставить условия, по которым у нас с вами проверяется данный, согласующий нужен он тут вам или нет. Мы сейчас выбираем использование условия, посмотрели, как это делается, так как у нас специализированного контрагента не заготовлено условие, просто посмотрели, что это функциональность, функциональность у нас есть. Что у нас здесь еще есть в наших действиях? Это срок обработки результатов, то есть кто у нас обрабатывает результат по завершению согласования, результат согласования придет нашему обрабатывающему результат, и на его обработку, на ознакомление у нас устанавливается конкретный срок. Вот, здесь также мы можем установить, подписывать электронные подписи при согласовании. Важно учесть, что настройка каждого действия, она выглядит визуально и содержит разную функциональность. Вот, поэтому надо понимать, для чего это. У каждого действия, у нас с вами был прошлый вебинар, у каждого действия есть своя задача. Вот, и для решения этой задачи, соответственно, у нас и состав этого действия. То есть, если у нас согласование, значит, у нас есть согласующий, и, соответственно, результат будет согласован, не согласован. Вот, поэтому мы визуально сейчас посмотрим другие задачи, увидим, как они выглядят. Проверяющего, обрабатывающего срок обработки результатов. Мы можем подписывать электронную подпись, отложный старт, эти показатели мы можем не заполнять. Также и сам срок исполнения по этой задаче мы тоже можем не заполнять. Проверяем. Действие у нас настроено корректно, то есть, наша система, она постоянно нам дает проверку, возможность проверить себя, как мы настроили действие в системе. Записываем, закрываем. Все, наше действие простое, одно, оно у нас готово. Теперь мы идем в следующее действие, у нас же с вами комплексный процесс, у нас должно быть несколько разных действий. Давайте посмотрим исполнение. Допустим, приложить оригиналы документов, вставных документов контрагента. И подбираем исполнителя. При подборе исполнителя у нас используются элементы системы, как по структуре, то есть конечные пользователи, которые у нас в подразделениях есть. Также мы можем использовать автоподстановки, то есть это устанавливаются пользователи, которые у нас по определенной логике. То есть это автор процесса, все коллеги автора процесса, либо пользователи, либо пользователи, которые у нас по какому-либо логическому принципу собираются вместе. У нас есть стандартные автоподстановки, также нередко у нас добавляются новые автоподстановки. Это у нас этот список, он может быть пополнен прямо в пользовательском режиме, но с использованием элементов кода. Вот поэтому он такой гибкий достаточно. И также есть у нас роли, на которых мы тоже можем назначать задачи, назначать действия, устанавливать исполнителям действия. Но в данном конкретном случае у нас не очень это подходит. Тут можно ориентироваться от вашего бизнес-процесса, то есть когда мы анализируем бизнес-процесс, мы продумываем, где у нас роль используется, где автоподстановка, где у нас должна группа пользователей использоваться. То есть это все у нас продумывается на этапе исследования обычно. Так, у нас автор процесса, пусть в один день ему согласование. Также мы можем проверяющего установить, можем его не устанавливать. Труд затрата, отлаженный старт у нас осуществляет контроль процесса. И здесь мы видим, что само действие у нас выглядит уже по-другому. Это важно понимать, что действия, они все по-разному выглядят при настройке, при обработке результатов, при работе с задачами, когда вам задача приходит. Пользователи, которые не привыкли работать с интерфейсом, они не понимают, что почему они здесь эту кнопку видели, а теперь они не видят. Просто это разные действия, разный результат и выглядит это по-разному. Действие у нас настроено корректно. Мы его записываем и закрываем. У нас бывают такие случаи, когда нам нужно параллельно с этим ознакомить кого-либо. Допустим, что у нас появился новый контрагент. Допустим, добавляем действие. Здесь мы можем вложенный процесс, скрипт какой-либо или действие добавить. Добавляем действие. Допустим, что у нас появились действия. И ознакомление. По нашему кейсу, который мы сегодня рассматриваем, параллельно с нашим процессом согласования и исполнения, Руководитель нашего, руководитель у нас, ну давайте все коллеги авторы процесса должны знать, что данный процесс в принципе запущен, он есть, ну что у нас появился новый контрагент и по нему пошло согласование. То есть у нас наши коллеги, допустим, все плотно взаимодействуют и каждый может по какому-то направлению проконтактировать с данным клиентом. Мы установили данную автоподстановку, установили срок, допустим, 5 дней ознакомления с созданием нового контрагента. Так, у нас установлено, мы можем, кстати, описание какое-либо написать. Давайте напишем просто описание. В процессе внедрения обычно мы максимально подробно пишем описание, чтобы у нас было, наш пользователь максимально комфортно видел, что ему нужно сделать. И понимал это не просто техническим языком в карточке задачи, а он это понимал именно на том языке, на котором он разговаривает, на своем привычном. Вот, также мы можем установить контроль процесса, трудозатраты, отложенный старт, сейчас мы это делать не будем. Если используем важность, нужно использовать важность, условия, ну все, в общем-то, как в обычном процессе. Проверяем, действие настроено корректно, записываем, закрываем. И что нам нужно сделать. Мы понимаем, что у нас есть вот этот вот процесс такой, который должен пойти параллельно со всем. И, допустим, каждый из коллег может зайти в карточку, посмотреть, что там происходит с этим контрагентом, согласованным, не согласованным, на какой он там стадии. Мы добавляем разделение. То есть, на этом у нас бизнес-процесс разъезжается. Ну, так как мы добавили разделение, бизнес-процесс у нас разделился, мы его... У нас лишние стрелочки наш документ-оборот нам нарисовал. Так. Может быть, где-то не совсем суперкрасиво сделаем, сейчас нам главное понять, как это работает. Вот. Так мы разделили наш бизнес-процесс. И нам, если мы разделили, мы можем, допустим, сделать слияние. То есть, если мы в какой-то точке разделили, мы должны их соединить. Записываем. И мы там по презентации с вами рассматривали. Рассчитать сроки. Нам система говорит, что она не может рассчитать, так как у нас не заполнен наш производственный календарь. Но это демонстрационная база. Здесь вполне может быть что-то не заполнено. Суть в том, что кнопка у нас рассчитать сроки есть. Если данных в системе у нас достаточно, потому что система не может взять просто из воздуха какие-то данные, то у нас этот срок рассчитается. Так, мы с вами сейчас настроили шаблон тест-сокусывание конфигента схемы. И мы можем теперь назначить данный бизнес-процесс. То есть, он у нас, как мы помним, как в прошлой системе, он живет отдельно. Это отдельный элемент системы. Он ни с чем не связан. Он сам по себе в отдельном своем домике живет. Шаблоном бизнес-процесса. Вот мы должны, чтобы его использовать в элементах системы, в объектах системы связывать, нам нужно установить вот это назначение, связку. Мы ясно здесь видим, где мы можем использовать наш шаблон бизнес-процесс. Файл уведомления, сообщение проекта, проектные задачи, контрагент. Можем установить условия. Опять же, мы попадаем в наш справочник алгоритма проверки. Мы здесь уже были сегодня и говорили о том, что он у нас универсальный элемент оборотов 3.0. То есть здесь мы в пользовательском режиме можем создать как в режиме конструктора, так и на встроенном языке. То есть это прямо в пользовательском режиме мы можем создать элемент кода и его использовать. Кусочек кода этого, логику системы описать. Тут же мы можем проверить его, установить ответственно, установить комментарий и использовать его в любых бизнес-процессах, в настройке обработки документов. Мы сейчас с вами не будем менять ничего, условия оставим. Также мы можем запретить изменение процессов, созданных по этому шаблону. Мы говорили сегодня, что у нас есть функциональность такая, менять сам процесс, который уже запущен. Здесь мы можем это запретить. Итак, мы записываем. У нас появился настройчик. Он у нас теперь назначен. Вот здесь информация у нас обновится. Вот теперь мы можем записать и закрыть. Система нам говорит о том, что необходимо проверить наш шаблон бизнес-процесса. Мы его проверили. И теперь он у нас будет доступен. Проверим у нас. Кому назначен? Назначен контрагент. Так, и проверим из нашего справочника контрагенты. Теперь из карточки контрагента. Но в данном случае контрагент. Сейчас посмотрим, есть ли у нас какие-то активные, только завершенные у нас бизнес-процессы. Сейчас, кстати, какого-нибудь чище выберем. Ну вот, допустим, вот этого контрагента. И мы можем отправить наш... Наш, выбираем наш бизнес-процесс, настройку нашего бизнес-процесса комплексного. Вот он у нас дает, потому что у нас календарь производственная дне. Мы там установили сроки. Если у вас календарь не настроен, то сроки мы установить не можем. Ну, давайте тогда устраним. Ошибочку нашу. Уберем все наши сроки. Система никогда не даст вам сделать ошибку. То есть она всегда подскажет, куда вам нужно идти, чтобы исправить то, что есть. Записываем, проверяем. Шаблон прошла проверку. Закрываем. Теперь попробуем еще раз выбрать наш бизнес-процесс. Все в документообороте у нас на регламентах. Документные задания. Поэтому, если вдруг какие-то данные не обновились, куда-то что-то не потянулось, первое, что нужно проверить, что у нас там работает, не работают эти регламентные задания. Каждый технический специалист у нас знает, что это такое, как это проверять. Так, проверяем нашу схему. Она у нас такая будет. Стартуем и закрываем. Обработка у нас пошла. Все. Мы увидели, что у нас сразу пошло ознакомление параллельно и согласование. То есть наш бизнес-процесс отработан. Так, теперь у нас с вами не так много вреднее. Мы хотели еще разобрать пример, когда мы строками создаем шаблон бизнес-процесса. Напоминаю, мы с вами также в стройке находимся. Никуда мы не ушли. С строками, то есть таблицей. У нас есть наименование. Тест, комплексный процесс, таблицей. Вписываем. Вот, то есть здесь схемы у нас уже нет. Мы добавляем действие подряд с троками. Согласование. Согласование конфлигенции. И подбираем, с кем мы согласовываем. Допустим, так же мы делаем. Все руководители автора процесса. Так, где у нас служба безопасности. Мы ознакомились тоже как сотрудник, как коллега нашего автора процесса. Так, мы можем установить все то же самое. Срок обработки, обрабатывающего. Ну, то есть само окно, оно, в общем-то, то же самое. Только теперь мы не в схеме работаем, а мы работаем именно в списке. Да, в таблице. Так, здесь мы внесли наших согласующих. Добавляем действие исполнения. Положить документы. Также подбираем исполнителя. Поставим нашего автора процесса. Берем его из проверяющего. То есть мы делаем, по сути, все то же самое. Только теперь мы делаем это в таблице. Не в схеме. Выглядит визуально по-другому. Единственное, здесь у нас ознакомление. Уже нужен будет порядок исполнителей. В таблице, в схеме это просто реализуемо. Здесь мы делаем ознакомление уже последовательное. И подбираем все коллеги авторов процесса. Так, здесь у нас мы, в принципе, ничего больше не устанавливали. Проверяем наш маршрут. Записать, закрыть. Вот все то же самое, что мы сделали. Делали до этого, только мы теперь сделали в строках. Там у нас сделаны схемы, здесь сделаны строками. Также мы проверяем процесс согласования. Таблица. Так, назначаем его. Также контрагентом. У нас тут пройдет рек задания наше. Так, таблица. Так, записываем, закрываем. Просит у нас проверить. И открываем нашего контрагента. Ну, ну, кого-нибудь. Суханов, Василий. Посмотрим. У нас уже идут бизнес-процессы. Кого-нибудь, кто у нас без бизнеса. Ну, давайте. Вот, может быть. Ну, в общем-то, неважно, кто у нас тут есть. Ну, главное, вот активных у нас бизнес-процессов нет. У нас все завершенные. Давайте попробуем отправить здесь. Отправить. Вот у нас появился этот бизнес-процесс комплексный согласование контрагента строковое. Мы проверяем, кто у нас согласующие, кто исполнение, ознакомление. Порядок все по очереди. Стартоваем, стартуем, закрываем. И видим, что у нас пошло согласование. То есть, после действия согласования пойдет действие исполнения. После него действие ознакомление. Итак, что мы сегодня с вами рассмотрели? Мы сегодня с вами рассмотрели, что же за зверь такой у нас комплексный процесс в 1С документа оборот 3.0. В каких случаях мы используем? Мы привели пример, что мы можем использовать, например, согласование контрагента. И посмотрели перечень элементов системы, для которых мы можем данную функциональность использовать. Вот, посмотрели с вами всю теоретическую часть, как они создаются, что входит у нас в перечень простых комплексных процессов, которые составляют комплексные, простых процессов, которые составляют комплексные. Посмотрели особенности создания настройки. И далее мы с вами посмотрели два практических примера, когда мы создали документ оборот 3.0. Комплексный процесс через схему и комплексный процесс через список. То есть и тот, и тот вариант у нас возможен. Тот, и тот вариант у нас используется в системе. Мы должны помнить, что эта функциональность у нас никуда не делается. Мы можем ней пользоваться. И, наверное, это один из редких вебинаров, потому что такой информации в интернете я что-то как-то не очень нашла. Вот. Ну, за вашу активную часть сегодня хочу вас поблагодарить. Также хочу поздравить с наступающими новогодними праздниками. Хорошо вам отметить, отдохнуть и брать сил в новом году. Всем спасибо. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!